Я не люблю холодного цинизма, в восторженность не верю, а еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо. 25 июля – день памяти Владимира Высоцкого. Яркая, на пределе чувств эпоха в культуре, голос целого поколения. Поэт-бунтарь, который по-своему продолжал русскую литературную традицию и задал новое направление и авторской песни, и творчеству рок-музыкантов, и, пожалуй, искусству в целом. О традициях, сломанных и созданных Высоцким, поговорим сегодня. Это «Культ Просвет». Меня зовут Полина Кострицкая. Здравствуйте! Наш гость – старший преподаватель кафедры русской и зарубежной литературы Казанского федерального университета Антон Афанасьев. Здравствуйте! Здравствуйте! По результатам опросов ЦИОМ, проведенного в 2010 году, Владимир Высоцкий занял второе место после Юрия Гагарина в списке кумиров XX века. На Ваш взгляд, в чем феномен личности Владимира Высоцкого? Он смог стать выразителем целой эпохи. То есть взгляды, темы, проблемы, которые он поднимал, они были актуальны для того времени. И он смог достаточно простым, понятным для советского человека языком рассказать о них. И ведь у каждого, практически у каждого поколения есть вот такая фигура, ну, кумиры или антикумиры, вот в хорошем смысле этого слова. То есть, например, чуть-чуть попозже это будет, например, Виктор Цой. То есть у каждого поколения есть, и вот Высоцкий как раз смог выразить те чувства, те мысли, которые в обществе в то время бытовали, существовали. Он смог их зафиксировать и передать. Удивительно то, что до сих пор, да, хотя мы говорим, что это голос поколения, но уже и следующее поколение тоже неравнодушное, мягко говоря, к творчеству Высоцкого. Я уже говорила о том, что он, по-своему, продолжал русские литературные традиции. В частности, в его текстах много отсылок, каких-то непрямых цитат из русской литературы. Ну, можно вспомнить, например, антисказку «Лукоморья больше нет». Тут уже прямая отсылка к Пушкину. Для чего Высоцкий пользовался отсылками к другим произведениям, и какие именно вы можете отметить литературные традиции, которые соблюдал поэт? Вопрос очень интересный. Культура и литература XX века, она принципиально отличается от предшествующей литературы и культуры, потому что она очень мощно начинает впитывать, как губка, традиции предшествующие. То есть нельзя, будучи поэтом XX и XXI века, не обращаться к предшествующей литературе. Это в принципе невозможно. Поэтому практически все тексты, ну и начало XX века, и особенно второй половины XX века, они пропитаны традицией. То есть без традиций в XX веке существовать уже невозможно. С нуля начать практически нельзя. И не случайно, если мы говорим уже, погружаемся в литературу и ведение, то был такой французский постструктуралист Ролан Барт, литература и вед. То есть его концепция, это концепция смерти автора. Смерть автора как литература ведческой категории. То есть понятно, что автор как личный живет, но поскольку все уже когда-то кем-то проговорено, то автору современному остается лишь собирать цитаты. Поэтому вот для них, для постструктуралистов текст предстает именно как, ну, в кавычках возьмем сборник цитат. А Высоцкий действительно, если говорить о каких-то уже непосредственных влияниях, то вы правильно совершенно отметили пушкинскую традицию. Если говорить о классической традиции, я уже говорил, что в первую очередь это ясность и простота языка, чем, собственно, отличался Пушкин, и чем, собственно, почему он является создателем русского литературного языка. То есть яркость образов, безусловно. Если говорить о еще другой традиции, то это, безусловно, традиция авторской песни, которая сложилась до него. То есть это Галич, это Визборг, это Акуджава, которого он называл крестным своим, ну, духовным, не крестным, прошу прощения, духовным отцом в творчестве. И, безусловно, поэтому, вот, наверное, две такие магистральные линии можно. То есть вот если говорить о, опять-таки, о Пушкине, то вот вы процитировали антисказку Лукомори, больше нет. А у Высоцкого есть песенка плагиатора, да, и у него там есть, то есть сюжет, что, значит, поэт рождает в муках произведение, и у него появляется строчка «Я помню это чудное мгновение, когда передо мной явилась ты». То есть в данном случае, ну, она там оформлена через курсив, то есть понятно, что в данном случае это отсылка именно к хрестоматийному тексту Пушкина. Да, действительно, Вы заговорили об авторской песне, Высоцкого даже называют одним из создателей этого жанра, и она противостояла советской официозной песне, да, именно здесь звучали личные чувства, переживания людей. А если говорить уже о стиле самого Владимира Высоцкого, да, понятно, что он, конечно, обращался к традициям, но что бы Вы отметили какие-то для Вас наиболее значимые моменты его поэзии, отличительные особенности? Ну, во-первых, я бы отметил его многожанровость, его произведений и многотемность. И здесь нужно говорить, что он был не только поэтом-музыкантом, он был еще и актером. И вот это вот умение перевоплотиться, написать произведения от человека, который, например, сидел. Да, и Высоцкий же все время говорил, что он писал болотные песни, хотя он не сидел. У него есть очень много военных песен, хотя он не воевал. У него есть цикл спортивных песен, хотя он, ну, профессиональным, что ли, спортсменом не был. Вот, то есть вот это умение, и у него, если говорить, опять-таки, уходить немножко в литературоведческую терминологию, то есть такое понятие, как ролевая лирика. Да, то есть это не просто лирический герой, а это вот, ну, например, у него есть песня «Самолеты истребителя». Неодушевленный. Да, то есть когда он перевоплощается не просто в какого-то человека какой-то профессии, но он мог перевоплотиться вот в самолет. В предмет. В предмет, да. Или, например, «Охота на волков». Да, «Рвусь из сил» из всех сухожилий, но сегодня, не так, как вчера, обложили, меня обложили, но остались ни с чем ягеря, ведь это монолог волка, это ведь не монолог охотника. То есть он может, мог в свои лирики проникнуть именно в, ну, как мы уже сказали, в предмет, в животное, во что-то неодушевленное. То есть, ну, если, то есть вот много темности мы тоже отметили, если говорить о жанрах, то действительно это жанр сказки, да. Это, например, для кинофильма «Бегство мистера Макинли» он написал очень много баллад. То есть баллада о любви, баллада о бухозе в рай, баллада о манекенах. Вот. То есть, если говорить еще какие-то вещи, то интересно в этом случае его песни «Диалоги». То есть песни, которые состоят из нескольких частей. И в данном случае, если говорить еще, опять возвращаясь к традиции, то есть еще один поэт, с которым, по крайней мере, литература веды, и не только литература веды, но и поэты сравнивают, это Сергей Есенин. И здесь, ну, можно отсылаться к каким-то биографическим моментам, но для Есенина, для позднего Есенина, как раз-таки характерна вот эта песня, не песня, стихотворение, состоящая из двух частей. Вот. И вот, например, у Высоцкого есть письмо с выставки в деревню и письмо обратно, собственно, на выставку. Ответ. Да, ответ. И вот, ну, или, например, какие-то, то есть у него даже, или честь шахматной короны, вот, она состоит из двух частей, есть произведения, которые являются трехчастными. То есть у него есть история болезни, ошибка вышла, никакой ошибки, история болезни. Вот. Это уже драматургическое начало, да? Да. Можно сказать, что это же не просто поэзия. Ну да, это вот к вопросу о том, что, ну, вот это актерское начало, оно, безусловно, ну, тоже не могло просто так уйти из его поэтического творчества. Не случайно на многих концертах между песнями он рассказывал именно об своей игре в театре. И не только о своей, рассказывал о любимой, а о таганке в целом, о гастролях. Да, вы заговорили о концертах. Действительно, сотни концертов по всей России. Конечно, Владимир Высоцкий выступал и в Казани, и в Татарстане. Мы подготовили сюжет о тех связях, о той памяти, которая есть здесь в республике и в Казани. Давайте посмотрим. Внимание на экран. И вот охота на волков, идет охота! На серых ищиков, матерых ищенков, кричат загонщики, делают псы до работы. Дворец спорта, молодежный центр, дом актера. Целую неделю, в октябре 1977 года, Владимир Высоцкий жил в Казани и давал по четыре концерта в день. Все, кому удавалось разговаривать с Высоцким, вспоминают. Он был очень прост в общении, приветлив и доброжелателен с поклонниками. По телевизору артиста не показывали. Он был запрещен, но невероятно популярен только по магнитофонным записям, переходившим из рук в руки. Магнитофоны подключали и к аппаратуре на концертах в Казани, задабривая звукорежиссера. А музыканты, работавшие с Высоцким здесь, вспоминали, он всегда играл на слегка расстроенной гитаре. Или это колокольчик весь зашелся от рыданий, или я кричу коням, чтоб не несли так быстро соничь. Многотысячные залы в Казани, конечно, были переполнены. Кроме официальных концертов, здесь была еще творческая встреча с интеллигенцией в Доме актера. Встречу организовала актриса, преподаватель Казанского театрального училища Юнона Карева, первая супруга друга Высоцкого, известного режиссера Станислава Говорухина. Она познакомилась с Высоцким еще во время съемок фильма «Вертикаль». Творческая встреча продолжалась примерно час. Разговор получился откровенным, иногда даже острым. А после на сцену поднялся администратор Высоцкого и, чтобы не было проблем у артиста, попросил всех, кто записывал выступление на магнитофон, отдать кассеты. Он насчитал 12 штук, получил 12 кассет, но, несмотря на это, запись концерта существует и известна коллекционерам. Потому что не все так уж хорошо в этом мире, верно? Не все в порядке. Надо чего-то поменять, надо чего-то изменять, много несправедливости. Я вот хотел такими обрывочными фразами об этом и сказать. Кстати, это был не первый визит артиста в республику. В 1974 он приезжал на гастроли в набережные Челны в составе труппы театра на Таганке. Артисты жили в гостинице Кама. И на всем пути от гостиницы до ДК «Энергетик», где шли спектакли, из магнитофонов в окнах домов звучали песни Высоцкого. Эти гастроли навсегда вошли в историю набережных Челнов. В 1989 году площадь перед гостиницей Кама назвали в честь Владимира Высоцкого, а в 2003-м открыли памятник артисту. Весной 1979 года он еще раз побывал в Казани и дал единственный концерт в молодежном центре. Последний. До сих пор каждый год День памяти и День рождения Высоцкого в Казани отмечают концертами, выставками и творческими встречами. Антон Сергеевич, Вы заговорили о том, что много жанровости и много обликов было у лирического героя Высоцкого, но ведь он всегда говорил от первого лица и даже многие отождествляли автора с его героями. Почему Высоцкий пользовался приемом повествования от первого лица? Как правило, все его произведения от первого лица. Высоцкий действительно, поскольку для него было важно не столько что-то, изобразить не только какие-то объективные вещи, но и показать в первую очередь определенные качества личности, сильные личности в первую очередь, то есть какие-то достаточно позитивные качества. Может быть, какие-то... То есть он часто говорил, что для него интересны именно пограничные ситуации, то есть когда человек находится в неординарных ситуациях. И это своего рода поэтический эксперимент, что ли. То есть он создавал ситуацию и погружал туда своего лирического героя. Ему было интересно, как этот вымышленный лирический герой смог бы повести в этих экстремальных ситуациях. То есть для него на первое место, в его мировоззрении, было именно изображение личности в различных ситуациях. Его очень часто упрекали в том, что он не писал песни о любви, и на концертах он об этом говорил, что специально написал песни о двух лебедях, песни-баллады о любви, которые действительно очень декларативно и без каких-то подводных камней раскрывают эту тему. В 70-е годы начинает появляться в его лирике философская проблематика. То есть это и кони привередливые, знаменитые, и банька по-белому, и охота на волков. Появляется параллельно идет социальная проблематика, но какая-нибудь такая именно бытовая, не политическая, а вот именно, например, диалог у телевизора, или на эту тематику. В конце его творчества больше усиливаются, появляются, точнее, трагические мотивы, связанные, ну, может быть, с каким-то изменением мировоззрения, то есть, опять-таки, это и, ну, уже называл, да, историю болезни. Отдельным блоком всегда идут шуточные песни, потому что, и, опять-таки, на концертах он в перерывах между песнями очень много шутил, то есть, и современники отмечают, что он обладал очень хорошим чувством юмора, и поэтому и спортивные песни, и вот эти бытовые, и там социальные, с песней социальной проблематикой, они, так или иначе, ну, очень часто идут вот именно под соусом юмора. Действительно, строки Владимира Высоцкого до сих пор многие знают и любят, и мы попросили казанцев прочесть свои любимые отрывки. Давайте послушаем. Внимание на экран. Дайте собакам мясо, может, они подерутся. Дайте похмельным кваса, авось они перебьются. Чтобы не жреть воронам, ставьте побольше пугал. А чтобы любить влюблённым, дайте влюблённым угол. Тоска немая гружит иногда, и люди развлекают всё чужие. Да, люди, создавая города, всё забывают про делайные, про самых нужных и про близких всем, про самых, с кем приятно общаться, про темы, что важнейшие с тем, и про людей, с которыми общаться. Мой друг, мой самый друг, мой собеседник, прошу тебя, скажи мне что-нибудь. Давай презрим товарищей соседних и посторонних, что попали в суть. День без единой смерти. Секунд, минут, часов нули, сердца с часами сверти, объявлен праздник всей земли, день без единой смерти. Указ гласит без всяких «но», свинцу отвешивать поклоны, чтобы лучше жили миллионы, на этот день запрещено. И лился с неба нежный свет, и хоры ангельские пели. И люди быстро обнаглели, твори, что хочешь, смерти нет. Иной до смерти выпивал, но жил подлец, не умирал. Другой впролёт и прыгал всяко разно, а третьего душил сосед, а тот его, ну, словом, все добро и зло творили безнаказанно. Самоубийц числом до ста сгоняли танками с моста, повесившись, скопом оживляли. Фортуну вон из колеса. Да, день без смерти удался. Застрельщики ликуя пировали. Но вдруг глашатый весть разнёс уже к концу банкета, что торжество не удалось, что кто-то умер где-то. Кто смог дерзнуть, кто смел посметь? И как уговорил он смерть, ей дали взятку, смерть не на работе. Не доглядели, хоть реви. Он просто умер от любви. На взлёте умер он, на верхней ноте. Мы уже говорили о жанровом своеобразии. Владимир Высоцкий обращался и к блатным, так называемым, песням. И речь, он привнёс в литературу речь очень простую, разговорную. И своего рода фольклор он поднял. Пласт такого народного фольклора – уличная дворовая песня. Для чего он это сделал? И как именно этот фольклорный жанр стал развиваться уже в творчестве Высоцкого и в дальнейшем? На Ваш взгляд. Ну, если говорить о городском фольклоре, то действительно здесь нужно понять ту атмосферу, в которой он, собственно, рос, воспитывался, в котором созрело его мировоззрение. То есть это действительно, это Москва, это Самотёк, он об этом не раз писал. И, собственно, те его друзья, то есть это и Василий Шукшин, это Артур Макаров, это Тарковский. То есть тот круг, именно Высоцкий сначала им показывал. То есть изначально он всегда говорил, что это были песни для друзей. Он никогда не думал, что они будут транслироваться на большую аудиторию. Это были приметы городского фольклора. То есть есть традиционный фольклор, да, который сказки, былины, то, что все мы хорошо любим и знаем. Есть так называемый постфольклор, да, то есть это фольклор 20 века, и он, вот этот постфольклор, он бытует в первую очередь в городе. И вот одним из жанров является как раз, вот я уже говорил, городской романс, там, ну, Высоцкого это я однажды гулял по столице, например, есть. И поэтому вот та среда, в которой тот культурный фон города, послевоенного города причем, да, который формировал, ну, в балладе о детстве, он, в принципе, об этом все очень хорошо рассказывает, да, о том, о ту эпоху. И вот истоки его творчества, безусловно, связаны с той, ну, как у Акуджавы на самом деле. То есть Арбат и Акуджавы это и точно так же Каретный и Высоцкий. То есть это два топонима, они связаны с Акуджавы и с Высоцким. Для многих творчество Высоцкого это нечто особенное. Мы попросили наших телезрителей в нашей группе в социальных сетях ответить на вопрос, что для них творчество Владимира Высоцкого. Давайте посмотрим, какие ответы оставили люди. Вот, например, Алексей Двоеглазов. Творчество Владимира Высоцкого я люблю с детства. У отца была одна единственная кассета, которая крутилась нон-стопом в машине. И это была восьмая копия с десятой записи концерта. И до сих пор телезритель пишет, помнит наизусть эти песни Высоцкий навсегда. Или, например, это редкий дар использовать обычные слова, которые мы все произносим в повседневной жизни, но сложить их таким образом, что слушая, ты не можешь поверить, что кто-то это смог сделать так. Человечище глыба. Вклад, который он внес в души меня и моей семьи, огромен и не может быть переоценен. Когда открыл для себя еще и актерскую грань, бриллианта талантов Владимира Семеновича просто сорвало крышу. Полное погружение в персонажа. Смотришь, слушаешь и веришь. Вот такие комментарии. Все знают поэзию, знают песни Высоцкого. Видите, он писал и прозу, да, это какие-то уже малоизвестные произведения. Но в целом творчество Владимира Высоцкого, безусловно, оказало влияние и на поэзию, и на эстраду, и, наверное, на культуру в целом, и, может быть, не только российскую. Как именно Высоцкий повлиял на развитие культуры, на ваш взгляд? В начале Вы действительно очень хорошо сказали, что Высоцкий повлиял на очень многие культуры и субкультуры. И рок-поэзия, она действительно очень мощно впитала как традиции Высоцкого, так и его личность. И вот, например, у Александра Башлачева есть целое произведение, триптих, которое называется «Слыша Высоцкого». Вот, то есть оно состоит из трех частей, и первая и третья части, они буквально пропитаны цитатами из поэзии и из речи, например, Гамлета. Завершается быть, не быть, в чем вопрос, если быть не могло по-другому. Да, знаменитая роль Высоцкого. Да, да, да. Вот, поэтому и в данном случае пример не только Башлачев, у Андрея Вознесенского, вот книжку, которого я тоже сегодня принес. У него есть стихотворение, которое называется «Памяти Владимира Высоцкого». И вот та формула, которую он дает в этом произведении всенародной Володе, это вот может быть опять к началу нашего разговора о том, что вот одна из ипостасей Владимира Высоцкого, его важная черта в его семе, что называется, в его мифе, это его простота. Высоцкий как человек был очень простой, то есть он не при всей своей безумной популярности, он, как говорят сейчас, не был зазвездившимся. То есть это вот та черта, наверное, опять-таки, которая, истоки которой мы должны видеть вот в том самом его периоде жизни на Большом Корятном. Спасибо большое за интересный разговор, за то, что пришли к нам в студию. Вам спасибо. Теперь уже творчество самого Высоцкого, пожалуй, можно назвать к фольклорам и также к поэзии Высоцкого обращаются за мудростью и поддержкой. Это был Культ Просвет. Меня зовут Полина Кострецкая. Всего доброго и не забывайте культурно просвещаться. Редактор субтитров А.Семкин